Эта книга, вы слышали, Александр Аминьевич, священник, убитый? Да, конечно. Это мои личные беседы с ним на добых книг, где в мире нет, потому что мы сидим двое, беседуем, огромные вопросы разгораются. А они вот, аудио здесь, можно слышать, как там, чая размешает. И здесь говорит, это был один из самых высокого класса. Я знал, я его исповедовался. Это вот этот тон. Вот эта вот книга, она как бы является ключом к остальным. Это два священника, пишут о моей биографии. Брат у меня крутые люди. В прошлые годы, это Господь так допустил, я был гоним и отсидел в пяти тюрьмах, это меня арестованы ведут. Я первым в стране опубликовал о теплогонах и брал интеллию и тресерных. На 10 лет раньше нового мира, теперь уже это пишут. Я как насчитал на пленку, а потом у меня в том студии было 15 метафонов, и вся страна была наполнена. А сегодня в школьную программу вели. Это почти недели в администрации. Мы строим с нуля православную деревню. Вот я хотел один документ, их вам оставить. Подождите, вот сюда, показать, что это будет. Может быть у вас появятся люди, которые, ну не знают, уже потеряли местоство. Это я вам просто отдам, мне киссары копируют, я туда пожелаю поселить в этой деревне нашей православной. Планы там посадят. Дальше. Вот это вот Новый Завет. Видите, он такой подарочный. Это библиотеки Путина, Лукашенко и Рамзан Кадеру подарили. Три тома. Впервые за 2000 лет в полном составе вышло. И мы с вами раскрасили высшего иллюстратора Гюстава Даре. А здесь 240 иллюстраций цветных. Полный лист. Один издаются все-таки. Это полиграфия еще прекрасна, правда? Вот как вот. Это Горнолтай. Горнолтайск. Вот эти вот три книги вместе, это 75 евро. Все вместе это 750, легко запомните. Вот. Теперь вы хозяева. Если полное толкование, 297 комментариев я даю на то, что необходимо проповедовать о Христе. Без проповеди народ мелко, ничего людей не знают. Пришел, ушел, купил, поставил. Мы за то, чтобы люди знали Христа. Так. Еще одна из книг, она просто особо у меня выделяется. 26 тур. Это 300 томов. Все книги сшиты. Все нацветные бумаги. И на нанилованной фотографии. 64 страницы фотографии. Это у нас. Никогда не было. Да, они на колебной корешке. Видите, у нас как играется, то свадьба. Показано. И здесь, вот я отвечаю, 300 поэтов России за 300 лет, что говорят по определенной теме. Вот они здесь. У людей понятия верующие, а лучше только молиться. Нет, не только. Я обязательно посмотрю это все. Я очень люблю вообще. Понятное, мне вопрос задает, это мой брат, священник. Я отвечаю. Что говорит об этом Священное Писание? Поэт. Какой здесь поэт? Значит. Некрасов. Вот. Следующие. Дай, пишешь. Шесть поэтов. Следующий кто поэт? Мартынов. Наша, что говорит Святая Библия? Опять следующий кто? Сергей? Нет. Значит, эта книга журналистам прилипает к рукам, они сразу уводят. Поэтому только здесь. Вы не слышите, вы же православный, да? Да, конечно. Знаете, как нас сейчас задангуют всякие направления, и все, я боюсь, но я просто вижу и по... Это епископ, патриарх Кирилл, наш епископ по благословению. Трех книг здесь не хватает, потому что они полностью кончились, но они небольшие были. Вот. Меня интересует сегодняшний день. Сегодня у нас 3 июля 2013 года. Мы прибыли в ваш город Моздок. Что означает значение Моздок? Ну, я вам сказал, по-кабардински, когда-то кабардинский князь Кончокин этот город основал, и по кабардинским Моздоку густой дремучий лес. Видите как? Вот. Сейчас сколько времени по-вашему, примерно? С 15-8. Вот. А у вас написано, это в 8 еще нету. Нет, библиотека для читателей в 10 часов. Да, в 10 часов. Мы это не знаем. И только мы подъехали, а нам нужно сегодня еще 4 города посетить. И дальше мы в Ставрополье уходим. Господи, как же долго, что же нам делать-то? Бежу, кто-то заходит, я следом за вами. Как вас, Владимир Ильич? Задеюсь на гимнаде. Вот, Велика. И скажите, пожалуйста, вот сегодня вы пришли как обычно на работу, или у вас какой-то... Ну, я часто рано приходил. А сегодня у вас какое было чувство? Ну, нет, просто, ну, просто пораньше. Ну, я сейчас. А я сейчас приходил. Не то, чтобы меня озарило, я уж не буду являть. За нас тысячи людей молятся везде. Это вы пришли, Господь вас благословил, чтобы вы рано пришли. А мы сейчас успели, мы в следующий год идем и выходим уже из этой... В прохладной, скорее всего, да. В Кабардино-Болтарии уже. Вот, мы от Салтая, значит, город Барнаул прошли мы где-то уже на 16 тысяч километров. В прошлом году мы дошли до Дальнего Востока. Когда книги у меня стали появляться, я разослал везде, во все библиотеки. Какие у нас есть в стране? Ну, мы в центральной районной библиотеке, то есть всего Востокского района. Тут главная библиотека. Поэтому такие книги, они по всему району. Ответ по-русски. Вот, библиотекарь. Может быть, вы знаете, есть такая библиотека в Тюмени, президентская, есть обоснованная. Четыре громадных аэродрома, этажа. И вот они опишут, что здесь, ну-ка, прощите-ка. Областная научная библиотека. Я читаю. Да. В общем, нет возможности перечислить средства. Письмо, видно, все. То есть, мы хотели, следующее, это, кажется, город Рязань. А мои книги могли бы стать прекрасным. Да, все правильно, пополнение фонда. К сожалению. Да, как везде. И тогда я принял решение. Вот, братья Господь побудил. И поехали по стране. Мы прошли уже в Польшу, в Германию, в Венгрию, в Руманию. Понимаете? Это Бог так сделал. И сегодня в эфире везде об этом говорят. И спрашивают. Вот это я потратил полвека. Вот, 50 лет я проповедник, 50 лет. В моем доме многие секторные стали православными и батюшками. Это единственное место в России такое было. Вот. Но суть-то в том, что люди не знают Христа. Не знают. Я буду занять, много лет был занять в университетах, в милиции, в школах. Это вы отпечатали у себя там. Настойте. И мы видим, ничего нельзя сделать уже. Все, все на разрушение. Патриарх Кирилл вернулся сейчас с Востока и говорит, состояние церкви духовное развалено. Сектанты все захватили уже. Почему? Сеченьки не хотели. Сеченьки это просто какой-то... Они работают. Просто, да, на улице постанавливают. Я, допустим, как бы крепка, как бы не интересуюсь и все. А люди ведь... Вчера нам в одном городе, перед Чечнею, кажется, женщина одна говорит. Вот запретили. Это где по коридорам долго мы шли там у них. Запретили, прислали тонну литературы, саентология. Запретили, говорит, мы не знаем, что хорошее оформление. Ну, еще приходит все обрешено. А как это так может быть? А в прокуратуре все это забрали? Да, а там написано впереди, написано было, что живи для себя в этом все. Но как это может быть? У нас, я говорю, по-другому были, ближе, как самого себя. Почему? Я говорю, все это делают. Они все могут сделать. Мы ничего не можем. Мы можем только любовью ответить на любовь Христову. Проповедуя о Христе, мы сами преображаем себе его свет. Это Бог так делает. Вот мы едем, с нами собачка едет. Мы где-то сегодня на остановке ночевали. Перед этим только ночевали, где-то кололи со полосы, чтобы с утром рано к следующему городу и так проходим. Мы знаем возрождающие действия этих книг. В каждой книге примерно три тысячи ссылок на Священное Писание. Вот это вот ценность всего, то, что это полное толкование православной Церкви с первого века. Например, как понимать Священное Писание? Даже на откровение. Сегодня насчитывается 21 тысяча разных всех толков течения в мире. У Библии одна у всех. Правда, у них на одиннадцати тихо она урезана. А толкование, а толкование святые отцы дают. И нам 6-й Вселенский Собор, 19-я права, запрещают самим толковать. Вот я выступаю среди адвентистов, баптистов. Я не могу, они плохие, они хорошие. Они не пьют, не курят, но у них нет священства. А без священства нет литургии. Без литургии нет таинства, без чечения. И вот на этой основе мы тогда находим общий язык. Вот мы в чеченце были, в бурже. Посмотрели, как люди одеваются со всеми. В Ставрополье заходим совершенно другой. Ходят в трусах возник буквально. Куда это? А тут стоят они. И вот в нашем... Здесь мы еще раз показываем в Грозном. Как вы посмотрите, как у нас в наше общение особое. Могат выездить. Это наши женщины. Вот она. Посмотри. Я показал, говорю, а вот это у нас как детки. Так они все тут собрались, смотрят. Это у нас эстерты, высшие ребятишки. Ну и дома-то они по-другому. А здесь? Так это мусульмане. Нет, не мусульмане. Здесь по конверту православная девальность. Так, ты посмотри на иконы. Вот в этом мы находим общее. Они сумели сохранить, чтобы они были девственницами. Покой. То есть нам доброе везде можно взять. Православие это всеохватность. Секта это узло взгляда. Вот она вырвала субботу, субботу. И все, суббота, суббота. Игористы. Иго, иго, иго. Они дальше не могут никуда пойти, потому что они не в церкви. Церковь знает и его, знает и субботу. Что бы ни назвали, там у кого есть хорошее, церковь сеть, нам только надо раскрыть. Так что вы хозяева этим книгам. И просьба. Мы обязательно оформим? Никто не власть в дороге вас, знакомитель. Эти книги написаны без пригляда на кого-то, поэтому у них много и друзей, много и врагов. Если написано, следствие нельзя торговать. Тут прямо так и написано. Христос и знал торгашей. Не за деньги. А как? Об этом Патериарх говорил еще Алексей Второй. Для крещения нужно научить. Научите все народы крестьяло имя. И второе, полное троекратное погружение, как князь Владимирович, и бесплатно. Сегодня все условия нарушаются. Я обязан это сказать. Так что, когда будете читать, вы почувствуете пророческий дух. Никто здесь цензор не поставил. Тем более, сегодня пытаются священники, за это горько придется платить. Если никто не ставил цензорами ничего, под себя подготавливать, чтобы обо мне говорили хорошо. Нужно, чтобы говорили правду. А правда всегда отвечает. Правда возвеличивает. До свидания. Спасибо большое. Здорово. Прошли в Днестровье, там такая конфликтная ситуация. Но вот даже пугали с Чечнёй, а в Чечне так нас приняли, даже на удивление. Ну такой библиотеки трудно найти, как у них. Там как озеро под ногами, это с такой плиткой. И паска, они больше улыбаются, фотографируются. А говорили, там нельзя, на улице спросим кто. Совершенно нормально. Поэтому мы людям должны сказать. Пугать не надо. Но к нам трудно приноровиться. Если русский пришел там какой, выпил его там, то у нас этого нет. Мы други, они говорят, как мы воленцы стоим около машины. У них совершенно другие к нам отношения. Да нет, ведь у каждой национальности у меня подруга, например, Чеченка. И Ингушка есть. У нас район большой, есть населенные пункты, где Ингуши компактно проживают. Где чеченцы, даже в Моздокском районе. Совсем нехорошие отношения. Не все же это там ваххабиты и террористы. Нет, конечно. Да, вчера были в Денглазе. То есть русских тоже полно. Подолны. Записали в школе где-то. Я не мог, у меня в спаду голову запотели. Я все это увидел. Это просто человеческие отбросы. Это вовсе не надо. Это вот такие... Кто-то же взял на себя такой вид. Даже говорить об этом без надрогания нельзя. Какие молодые, пожилые родители пришли на воскресный день. Никто не думал. Но главное, думали ли они о вещь, молились. Теперь они только вопросы. Поэтому вся наша жизнь это краткое мгновение. И нужно познать Бога, Христа и Его и движимым Духом Святым. И тогда говорят, а у нас враги. У нас враги. В зеркало посмотри. Второй мир, враг, это сатана. Говорит, избавь нас от лука. И третьего, это мир, который наполняет всякой верзостью. А люди оттуда берут и нахотить и прочее. Всегда было зло и добро. А сохранит вас Господь. И вас тоже не знаю, что надо сказать. Да, да, точно так. Я считаю, сегодня встреча послопромыслительная, что вы подошли даже до 8. А нам это означает, что в следующем городе мы можем удивить и подойти, тем более города рядом. Нет, прохладные минут 40 будете. Вот так. Дорога-то значит, да? А вы Мелл, знаете, это такой мой мир. В сентябре я буду уже дома. И войдите. Игнатий Латкин, я один. На меня легко выйдет. Планируем до сентября. Видите, как вы здесь дали. Вот, видите, спонсоры какие. Президенты, компании там. В частном порядке. Ну хорошо, да, что среди даже бизнеса есть люди. Вот иногда ругают, там это евреи, там кто другой. А мне они помогают. Понимаете, вот в тюрьме. Ну, я сам-то был в этих тюрьмах, я знаю, о чем они думают. А потом сотрудничают, заключенных как-то облегчат. И там бывает, и чеченцы сидят. Мы в первую очередь стараемся помочь им. Другая культура, другое питание. А он там не герой. Там 50 человек. А тебе в один день ночью уснуть, а глаза в этом шоу водозем. И на этой основе Бог приближает людей. Вот вы работаете здесь. Сейчас сказать кто. Я работаю дворикой, я работаю председателем. Эти слова не именуются, а библиотека. Это библия. С самого слова заложено. Книга хранилища. И вы помните, может, этого Дмитрия Лихачева есть у вас? О том, какие библиотеки вышли в институтах, университетах. Это действительно так. Иначе мы корни просто все обрезаем. Если с библиотекой будет что-то трудности, книги сохраните. Это одна книга заменит библиотеку. Здесь все на Священном Писании, на Святых Отцах. А под здесь 50 книг мы насчитаны. Это 12 томов Златоуста. 12 томов Жития Святых. Это все можно скачать. И вы будете дома картошки чистить, а я буду насчитывать. Я с вами все время буду теперь здесь. А по телефону, может быть, позвонить, если будет желание. Или устроить даже по скайпу встречу с читателем в сентябре. Это вполне возможно. Да. Потому что когда... Да, мы сейчас используем такие... Вот я обещаю здесь за 4124 вопроса. Это политика, экономика, социология, работа, будущее, судьбы, мир, описание. Дети... Я начал в детском лагере словами для основателей. И с помощью государства тысячи детей ходят. И мы говорим, любой вопрос, слово «проблема» я не именую, я его не люблю. Можно решать, но с Богом. Мы встали в 5 утра, молитва. Искупались, поработали. Завтра молитва. Никто никого не должен, не обзывать ничего. И я говорю, быстро начинает кинуться. И в любом деле. Пришел читатель. А что ему дать читать? Ну, а какая-то крисит, а можно отмахнуть все, говорят. Жанатан, бери там. А куда это приведет? А когда ты дашь ему божественное, у него... Нет, у нас есть читатели, которые... Да. Девятердух спрашивают. До свидания. До свидания. Добрый путь вам. Спасибо, Христос. Хорошей день. Я второго, на придах. Мы в Мозоке. Мозговская, библейтик, центральная. Первая. У-у-у-у, нормально. Сейчас я открою. Она вас охраняет. Да я не буду близко, чтобы его не спущать. Я издалека... Ну, он на чужих лает, вы не испугайтесь. Да нет, я не боюсь собак. Я с детства собачьи. У меня лабораторщик. Чемпион Сибири у нас. Это ночёная собачка. Ураган. 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 Да, конечно, собака будет. Рядом. Рядом. Он должен обойти вокруг и сесть. Я знаю. Рядом. Рядом. Положимся спать. Да, он службу несёт, конечно. Всё. Ну, давай, ты же его пустишь. С Богом.